Сейчас я пойду от проспекта Чехова по Пушкинской в сторону Донской публичной для детей и Театрального проспекта Театрального проспекта Сейчас перейдем улицу, тут есть размешка Здесь у нас в проспекте Чехова соответственно установлен памятник Антону Павловичу Чехову Вот его памятник Антоша Чехонте, один из его псевдонимов Великий русский писатель Великий русский писатель Честно говоря, я люблю читать Чехова короткие, небольшие, маленькие рассказы Но не пьесы, пьесы здесь-то со шкурой ненавижу Действуются лица, акт первый, акт второй, вишневый сад, чайка, туда-сюда, вот это все И еще чат описа была, вот это, Добкин-Бобчинский, Бобкин-Мобкин, вот это тоже гугл, наверное, кто там Что было примечательно в рассказе, в рассказе у Антона Павловича Чехова У него у Антона Павловича Чехова был рассказ, кажется, называется «Красавица» И там он описывает свое путешествие в село Бахчисалы Очевидно, Большие Салы Где он видел самую красивую девушку в своей жизни Это была армянка из Бахчисалы Он написывает очень так интересно Говорит, что ни до, ни после не видел Не видел такой красивой девушки, как эта армянка из Больших Салы Из Бахчисалы Он очень так интересно написал Мы сейчас пойдем дальше Вот там тоже, очевидно, может быть даже революционное здание Накрыто вот этими тентами Пойдем наверх Очень такой утренний свет Красиво падает Время примерно 7 часов утра, наверное 7 часов утра 7 часов Работа у меня начинается чуть попозже Но я обычно приезжаю пораньше 7 часов 32 минуты 14 мая Написано Ну, плохо, ну Так вот, работа начинается попозже Я приезжаю пораньше Дабы Дабы, во-первых, не опоздать Во-вторых Пробки в автобусах Я иду из Чалтера в Ростов Кроме того Если первый автобус не будет Можно на другом доехать Главное не опоздать на работу Ибо ситуация с транспортом Далеко не самая благоприятная Постоянные пробки Во въезде В Ростов-Дану со стороны Таганрога В Чалтере Дальше Оттуда же до моста И дальше Потом Уже Ближе к центральному рынку Со стачек Начинаются пробки Везде пробки Не люблю стоять в этих пробках Поэтому Приехал пораньше Тем более Еще жарко на улице Сейчас стоишь в этих пробках От школы А утренний воздух такой Более свежий И машин поменьше Туда-сюда Сюда-туда И все остальное И вот идем По Пушкинской Как писали Пушкинская стрит Вот еще такое здание Серые здания Тоже похоже на дореволюционные Которые Уже возможно Сталинских времен Похоже Судя по потолкам На дореволюционные Все таки Потому что Потом сделали Облицовку Наверное И убрали Некоторые Красивые Элементы Декора Голуби Вот Корнят Голуби Оставляют Свои Эти самые На плитке Свои Отходы Жизнедеятельности Которые придется Потом убирать Потом убирать Ух 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 Т Ух 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 Альфа Гайминг Клуб Типа что-то из серии интернет-кафе, интернет-кафе и иных игровых кафе, что очевидно возвращается в наш век интернет-сетевых игр многопользовательских, которые я честно вообще не люблю. Когда слушают такие игры, это вот эти, и по телевизору показывали, а вот этот микрофон, вот эти слова со своими друзьями, эти вот сетевые игры, они более возьми и затягивают, чем старые классические игры, которые тоже не самые полезные часы. Время-провождение, время-провождение, и вот сейчас пойдем вот туда. Вот и идем. Вот сейчас по правой руке будет точно какое красивое здание. Ну, процентов на 99, да, наверное, уверен, что это будет дореволюционная постройка. Судя по декорам, по красоте вот элементов колонны там, все такое, снова смотрится красиво. И там еще что-то написано, сейчас пойдем посмотрим, что будет. Очевидно, написано, ребут святой Екатерины. Ну, это, видимо, русско-туристские войны, вот примерно, что-то такое, да, будет? С тех времен. И... Давайте вернем руку. Прямо как волки, большие собачки, вот. Здание, как я говорил, то революционное. Вид портит эти все камеры. Хорошо, что еще не стоят кондиционеры. А так здание, конечно, очень так... Колонны классика, да? Ну, это, видать, не архитектура уже времен таких древнегритетских, именно классики античности. В основном чуть похоже, что-нибудь европейское. Европейские. И, боюсь, предполагать, может, французское. Либо нет, но красивое. А вот тут она. Слышал вот эту фамилию. Ассоциация. Жданов. Юрий Андреевич. Советский политик, наверное. Да, интересно. Жданов. Жданов. Издалека вот это здание, это, по-моему, музыкальное училище, да? Вот это очень красивый вот парадный выход, лестница. Еще с двух сторон спускаются, как императорское. Вот это что-то такое. Оригинальный дизайн. Оригинальная архитектура. И сейчас пойдем туда. И пойдем наверх. Пойдем наверх. Па-па-пам. Па-па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Наверно, вот именно в этом месте я вот сейчас напевал песню Джодас Сэна, которую я написал мелодию, ну нет, он написал Тота Кутуньо, Тота Кутуньо, и песня называется вроде «Индийское лето». И вот такое чувство, как будто бы именно эта песня мелодия Тота Кутуньо, итальянца, наверное, пахнет тем Парижем 70-х годов, 1970-х пиццей. Здесь вот такая ассоциация возникла с этой песней. «Индийское лето», «Индийское лето», «Индийское лето». Вот ещё деревья она, ёлка, наверное, это и голубая ель. как будто находишься в лесу хорошо идти по этой улице тебя не беспокоит запах выхлопных газов автомобиль нич и все больше тем запах беспокоит шум этих автомобилей здесь почти нету машин и довольно таки тихо довольно таки тихо и а и и и и и и и вот еще цепишь всякие-то белый цепочек и и вот ванчку за стену а ну потом с тобой на блядь Юрка всегда я темно дам на блядь